Председатель сельского кооператива Канагат, Кинжибек Абдраев, показывает свой участок земли в 60 соток, который взял в аренду в 2013 году у государства на 49 лет. И спустя три года Кинжибек так и не смог ничего посадить на этих полях. Корпоратив Канагат выиграл 94 гектаров земли по конкурсу. И с того дня, как мы выиграли конкурс, начались все наши беды. Мой сосед Куанышбек Еркинбеков постоянно подает в различные суды на членов кооператива. Эти земли принадлежали совхозу, и здесь были высажены тополя. Еркинбеков тогда работал в совхозе и по договору взял эти земли в аренду. Но совхоз давно уже распался, и полноправными владельцами данных земель являемся мы. А он говорит нам, что мы ему выдали 8 гектаров земли. Куанышбек обратился к депутату оплосного маслехата. Депутат позвонил мне и сказал, чтобы мы отдали хотя бы 4 гектара земли. В противном случае он напишет письмо в республиканскую прокуратуру и попросит признать республиканский конкурс незаконным. А мы в итоге лишимся всех земель. С такой проблемой столкнулся не только председатель сельского кооператива Кейнджибек, но и многие другие его члены. Ведь каждому сельчанину досталось по 60 соток сельскохозяйственных земель, на которой имеются соответствующие документы. Почему мы должны давать Куанышбеку свои земли? У нас что, нет детей, которых нужно кормить? Почему мы должны идти у этого Кейнджибеке на поводу? Решение выдачи вам земель было принято не только на районном уровне, но и на областном, и даже на республиканском. Так что решать вопрос о предоставлении 4 гектаров земли Куанышбеку даже и не стоит. Никто не имеет на эти земли никакого права, кроме вас самих. Представители Акимата Арыси говорят, что в 2013 году трем кооперативам сельского округа Ахдала, согласно проведенному конкурсу, было выдано в аренду сроком на 49 лет более 200 гектаров земли. И о разногласиях ответственные лица тоже знают. Еркенбеков Куанышбек, местный житель, после проведения конкурса заявил, что не слышал о предстоящем конкурсе и рассказал о том, что у него здесь 8 гектаров земли. После отказа предоставить ему земли начались суды. Однако, ни один суд, ни районы, ни областные, и даже республиканские суды были им проиграны, так как у Еркенбекова не имеются на руках соответствующих документов на право пользования. Однако сам Куанышбек Еркенбеков говорит, мол, что имеет на руках договор, заключенный еще тогда с представителем совхоза на право пользования земель. Мои дети в 92-м заключили договор с директором совхоза на пользование землей. В том же году они высадили 27 тысяч штук молодых саженцев тополя. Директор совхоза мне должен был денег в 2006 году, но не смог расплатиться. Я ему предложил продлить аренду на три года. В 2007 году поменялся директор совхоза, и я с ним подписал договор на продление аренды земли сроком еще на два года. С 2008 года я начал писать письма в Акимат Арыси на продление аренды земли. У меня есть все документы и договор, а вот госакта нет. Еркенбеков намерен обращаться в суды и дальше. Ну а члены кооператива не намерены делиться и без того небольшими наделами земли. Бахром Абдулаев, Талгат Абдинабиев, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».